Итак, друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design, я Чайковская Екатерина. И сегодня у нас эфир, посвященный программам. Я вам обещала рассказать, какими программами я пользуюсь, какими программами пользуются дизайнеры. Как они работают, я сейчас буду говорить применительно к принтам, потому что у нас идет марафон на ФВД Пасха. И в рамках этого марафона, соответственно, мы рисуем акварельную красоту. После этого я расскажу, как ее обрабатывать в программах и в каких можно это в программах сделать. Маша покажет, как это все будет выглядеть. Соответственно, в программе покажет, как это обрабатывать. Потом мы поговорим с нашими друзьями Кунжут Дизайн. Это фабрика, которая занимается пошивом и печатью. Они расскажут про технологии, про то, как готовить. И потом мы еще с Машей поговорим о том, как на этом можно зарабатывать, потому что Маша профессиональный принтист. Она продает свой текстиль авторский, она выставляется на паттерн-банке. Это банк, на котором продаются готовые принты. То есть вот такой вот объемный практически мини-курс о том, как стать принтистом. Вот сегодня у нас второе занятие этого курса. Я сейчас буду показывать все на компьютере. Если вы меня не будете видеть, вы можете задавать вопросы, я буду на них отвечать. Расскажу вам, как можно на эту недельку себе поставить официально программы бесплатно, для того, чтобы вы смогли сделать то, что мы с Машей будем показывать. Но для этого вам понадобится компьютер, программы компьютерные. И, соответственно, покажу их возможности. Будем с вами это все делать. Давайте, наверное, поехали. Буду показывать и рассказывать. Вчера мы рисовали очаровательных кроликов, рисовали веточки вербы и яички. Вот из них мы будем собирать салфетки, которые можно будет дома в интерьере использовать. И кунжут дизайн на Дому Победитель распечатает набор из четырех салфеточек. Так что видите, вот про полное применение, как оно есть на самом деле. Вот, переключаюсь я на компьютер. Я сейчас параллельно еще пишу запись экрана компьютера. Поэтому, если у вас будут какие-то проблемы, я выгружу этот эфир на YouTube. Можно будет его полноформатно посмотреть, потому что у меня компьютер широкий. А то, что вы будете видеть, это будет ограниченный телефон. Поэтому не переживайте. Если вдруг заходите, вы тогда пересмотрите в записи. Будет там широко все видно, все, что я буду делать на компьютере. Я проведу сейчас два эфира. Первый эфир. Я вам расскажу про программы, как они применяются. Как это все выглядит именно с демонстрационной точки зрения. То есть я вам покажу возможности. И покажу, откуда взять программу, как ее скачать официально и установить ее на 7 дней бесплатно. То есть если вы захотите к нам присоединиться, вы сможете это сделать. А второй эфирчик я проведу маленький, практичный. Я покажу о том, как почистить изображение для дальнейшей работы. Вот, поэтому первый такой демонстрационный. Задавайте все вопросы, которые у вас появляются. Я буду на них отвечать. А второй вот такой уже практически маленький эфирчик, который вот, чтобы вы смогли подготовить ваше изображение, то, что мы нарисовали, для того, чтобы из них уже создавать композиции. Поехали. Переключаюсь я на экран компьютера. И мы с вами будем смотреть, что у нас происходит. Значит, это мой компьютер. Вот так опустим. Постараюсь, чтобы было более широко видно. Это то, что мы рисовали вчера. Узнаете? Я уже все подгрузила. Соответственно, я буду рассказывать про две программы. Одна из них растровая, это Photoshop. Вторая из них векторная, это Adobe Illustrator. Я сразу могу сказать, что я фанат именно иллюстратора, но эти программы взаимодополняющие, и они не исключают одна другую. Соответственно, растровая графика состоит из точечек пикселей. То есть, если мы сейчас начнем с вами бесконечно приближать наше изображение, то мы дойдем до того, что увидим много-много-много квадратиков. Видите? И наше любое изображение, когда мы работаем с ним на растре, оно состоит вот из этих точек пикселей. Соответственно, количество пикселей. Найдем, это и есть то самое пресловутое разрешение. Чем их больше, тем лучше. Обычно, стандартно, это три разрешения. 72 – это маленькое, 150 – среднее, 300 – большое. Конечно же, можно поставить и другие значения, но это вот классическое. Соответственно, это наш с вами растр. Вот он так выглядит. То есть, мы смотрим изображение абсолютно нормальное, но куда бы, в какую бы точку изображения мы не переместились, при большом-большом зуммировании мы получим набор вот этих квадратиков пикселей. Это растровая графика, это Adobe Photoshop. Одна из самых популярных программ, на самом деле их намного больше. Если вы работаете в Windows, например, то у вас там есть Painter, и это тоже растровый редактор. А в векторном редакторе, это у нас уже с вами Adobe Illustrator. Здесь такого не будет, когда у нас нарисовано изображение, оно векторное. Сейчас я вам покажу, к чем оно отличается. Вот смотрите. Если в растре, вот как мы нарисовали картинку, отсканировали, вот так она у меня куском там и лежит. То есть, я ничего с ней не могу сделать. Ну, могу, то есть, грубо говоря, взять ножницы, вырезать из нее какие-то куски, вот как вы физически это будете делать. Когда же мы с вами говорим про Illustrator, то здесь другой принцип. Illustrator – это набор математических формул, который описывает определенный путь, из которого формируются объекты. То есть, что я имею в виду? Вот смотрите, мое изображение, оно состоит из кусочков. Каждый этот кусочек – это математическая формула, которая задается программой. Видите? То есть, это то, что вот я, когда готовилась к эфиру, создавала шаблоны, вот он у меня таким образом выглядит в векторе. У меня там кролики где-то были. В общем, ладно, осталась одна веточка. Вот, соответственно, все-все-все состоит из этих кусочков. И вот это как раз те самые математические формулы. Если я буду бесконечно приближать какой-то фрагмент, я не увижу этих пикселов, потому что их там нет. У меня есть опорные точки, которые позволяют формироваться моему изображению. Вот они, видите? Вот это и есть опорные точки. То есть, это такая геометрия, которая формирует объекты. Но вы геометрию не видите, вы видите изображение. Но смысл программы именно в этом. Давайте соберем обратно наш цивольный объект. Вот, они по сути разные. То есть, одно работает с пикселами, второе работает с математическими формулами. Разные функции. Например, в том же Adobe Photoshop эта программа очень удобная для обработки фотографий. Здесь вы можете ее обрезать, вы можете ее повернуть. Вы можете, ну, например, вот вращение изображения. То есть, я могу ее повернуть, я могу ее посмотреть, я могу из нее вырезать какой-то кусок. Например, когда мы говорим о каком-то, так, очень плохо видно. Сейчас я попробую подстроить, чтобы это было видно. То есть, это такая вот прямая задача для того, чтобы обрабатывать какие-либо изображения. Могу что-то вот выделить, да, и вырезать. И получаю, соответственно, вот такое уже изображение. И с ним могу в дальнейшем работать, менять ему какую-то там цветовую насыщенность. Вплоть до того, что могу ему менять цвета. Вот я сейчас грубо показываю, да, чтобы это было максимально наглядно. На самом деле, там есть очень тонкие настройки, позволяющие очень аккуратно и красиво все это делать. Но для понимания, вот видите, то есть, можно менять цвета. Можно какие-то там элементы стирать. Взять, например, здесь есть такой инструмент, называется ластик. Очень все инструменты созвучны с тем, что мы имеем в обычной жизни. Да, вот там, например, ластиком я что-то стерла. Вот. То есть, можно вот такое делать. Очень похоже на реальность. В фотошопе можно делать принты. И очень красивые принты. То есть, когда вы берете изображение, вырезаете и потом из него собираете композицию. Это именно то, что будет показывать Маша. А я сейчас покажу именно возможно. Это программа Adobe Photoshop. Я вам сейчас рассказываю про два графических редактора. Один из них это Adobe Photoshop, растровый редактор. Второй редактор это Adobe Illustrator. Это компьютерные программы, которые устанавливаются именно на компьютер. Не на планшет, не на телефон. Они изначально сами по себе платные. Но у разработчика есть так называемый trial. Это бесплатная недельная подписка. И абсолютно любой человек, если вы до этого там не регистрировались, вы можете зарегистрироваться и получить вот этот вот недельный доступ к программе бесплатно для того, чтобы ее попробовать. Поэтому в рамках нашего марафона вы можете их скачать и повторять то, что мы делаем. Вам понадобится компьютер и интернет. И это вам будет бесплатно. То есть я вам сейчас покажу сайт разработчика, откуда это можно забрать. Мы, естественно, не разработчики. Я именно работаю в программах. Я тоже больше люблю иллюстратор. А цветоделение? Нет, это очень глубоко, Лена. Цветоделение, это мы с вами отдельно поговорим, если вам будет интересно для накатки, соответственно, этими валиками. Нет, так глубоко не пойдем. Пойдем к тому, как почистить изображение, из элементов собрать композицию. Вот, соответственно, это я вам показала сейчас наш фотошопчик. Ну и здесь уже можно там дальше кумекать с этим изображением. Это будет более подробно показывать Маше. Я веду, у меня есть полный курс по фотошопу. Все рассказываю, но в рамках данного марафона мы решили, что показывать композицию будет Маша. Вот, и поэтому я сейчас просто показываю возможности и покажу именно, как обрабатывать изображение. Не более того. И, притом, не в этом эфире, а я отдельный маленький эфирчик проведу, в котором я покажу, как заняться обработкой именно изображения. То есть, вот смотрите, я могу сделать какой-то дополнительный объект. Вот там какая-то у меня фигня вылезла. Сейчас мы подотрём. То есть, это вот всё-всё-всё можно сделать в фотошопе. Просто те, кто никогда его не видел, для вас это такая возможность на него посмотреть. Я работаю в этих программах постоянно. Мне всё время задают вопрос, какая программа лучше. Вот я думаю, у меня фотошоп или иллюстратор. Такого деления нет. Вам и то, и то. В зависимости от того, чем вы больше занимаетесь. Если вы занимаетесь ретушью фотографии, естественно, вам нужен фотошоп. Если вы больше рисуете эскизы, дизайны и принты, то, соответственно, вам лучше тогда в иллюстратор. Так, я начала читать. Чем отличаются Procreate, Autodesk, Sketch? Ну, эти программы для планшета. А я вам говорю про, соответственно, программы на компьютере. Если честно, я не очень хорошо знаю Autodesk, Sketch. Поэтому мне надо тогда посмотреть просто на них. И я вам скажу, в чём они отличаются. Вот. Теперь мы возвращаемся к нашему с вами иллюстратору. Я вам показала, как мы можем разбирать изображение. Что это у нас. Оно состоит из кусочков. Мы можем тут его также прокрашивать. Делать всякие разные штуки интересные с ним. Собственно говоря, как это всё делать, тоже есть у меня огромный курс. Там больше 120 уроков. Сейчас просто демонстрация возможностей. Потому что инструментов много. Они интересные. И вот так вот прям с наскока их все не одолеешь. Надо, конечно же, на это время. Ну, вот смотрите пример. Я сейчас то, что мы вчера красили акварелью. Условно прокрашиваю в иллюстраторе по возможности. Я вам говорю про компьютерные профессиональные программы, которые используются профессиональными иллюстраторами, и которые закупают фирмы, в которых работают. Поэтому я не совсем компетентно сказать по тем программам. Вот по фотошопу, по иллюстратору. У иллюстратора есть аналог. Он называется Coral Draw. То есть его тоже можно посмотреть. Я в нём работала больше трёх лет. Но я не прониклась к нему большой любовью. Но тоже вполне себе рабочий инструмент. Поэтому почему бы и нет. Собственно, и то, и то. Зависит от ваших целей. Я обучаю именно созданию эскизов, иллюстрации. Я самым разнообразным. Некоторые спрашивают, можно ли в этой программе построить выкройку. Можно, но не нужно. Потому что есть специальные сапры. Системы автоматического проектирования. Которых заложены уже в каких-то есть алгоритмы рекомендованные. В каких-то есть, соответственно, возможность записать свои алгоритмы. Есть уже прибавки, градация по размерам и всё прочее. Это именно программы для дизайна и для рисунка. Вот смотрите. Я тут уже покрасила две штучки. Я покрасила их специально по-разному, в связи с тем, что я сейчас хочу вам показать, как создавать кисти. Хочу показать, как создавать узоры. А в узоры и в кисти мы не сможем запихнуть изображение, которое имеет в своей основе градиент. Поэтому я одну веточку покрасила с градиентом. Вторую веточку покрасила, соответственно, без градиента. Давайте сначала, например, покажу веточку с градиентом. Те, кто у меня учится, сейчас всё узнают. Самое простое задание, которое мы делаем. Например, поворот. То есть мы с вами создаем какую-то композицию на основе поворота. Вот она, пожалуйста, у нас получилась. То есть просто, быстро и очень легко. Потом я могу её изменить размер. При этом, когда у вас векторное изображение, если вы правильно его сделаете, и у вас не будет привязки к контурам, то вы можете это изображение как уменьшить, грубо говоря, до малюсенького совершенно размера 2х2, до растянуть на 20х20 метров, и оно не потеряет в качестве. Сразу такое сделать невозможно. То есть вот быстрый такой простой способ. Я уже сформировала какие-то такие интересные штуки и могу их раскладывать. Мы же будем с вами салфетки делать. Мы сейчас про принты говорим. Поэтому я буду показывать применительно именно к принтам. А вот Маша будет показывать, как то же самое делать в фотошопе. Я рассказываю про то и про то. Просто в данном случае оставляю Маше возможность, чтобы она вам рассказала про композиции, про особенности именно фотошоповские. Так, вот, соответственно, вот таким образом мы можем с вами сделать. Уже вот у меня начинает формироваться какая-то композиция. Мы салфетки делаем, поэтому будет салфетка. Вот, можно еще сделать по-другому. То, что я вторую штучку оставляла. Сейчас мы сделаем. Плюс, смотрите, очень удобно, за что я обожаю просто вектор. Я взяла и скопировала. У меня получилось две абсолютно идентичные штучки. Потому что если бы у меня это было нарисовано руками, мне бы пришлось все это перерисовывать. А здесь нет. Можно создавать автоматические заливки. Что прям вот я обожаю абсолютно делать. И когда, вы знаете, вот там болотна, ткани создаются, создаются вот эти вот заливки. Теперь смотрим. Например, я беру вот такую штучку. И из нее создаю узор. Вот, он создался. Это все так просто происходит. Надо просто знать, куда нажать. Здесь все очень хорошо автоматизировано. Теперь смотрим. Вот он мой узор получился. Вот оно там заплетается все. Сейчас мы его немножко помельче сделаем, чтобы было более наглядно. Так, ну, например, вот так. Давайте посмотрим. Да, то есть вот я уже создала какой-то узор. При этом я могу ему, например, сделать фон. Если захочу, скажем, темно-серый или поменять на другой. Ну, это вот сейчас приблизительно. Вот у меня, смотрите, уже получился, создался такой своеобразный текстиль, да, который мне позволяет это сделать. Я могу ему поменять как цвета, так и направление. Например, я могу ему сказать, что ты будешь на светло-бежевом фоне. Тоже пошла работа с цветом, да, попросить его наклониться. Не обязательно под каким-то правильным углом. То есть, например, вот так. Еще раз говорю, я сейчас показываю возможности. Это не обучающий урок. Для того, чтобы это изучить, нужно все-таки понимать программу, да, и, ну, более глубоко и тонко в этом разбираться. Я вам сейчас просто хочу показать, как и что мы с ней можем сделать, с этой программой. А уже, если кому-то будет интересно, то, ну, во-первых, приходите к нам на эфир. Маша будет показывать фотошоп. А если хотите глубоко изучить, приходите ко мне на курс. Я там это все очень-очень, прям очень детально рассказываю. Со всеми работаю, всем все рассказываю, объясняю, показываю. Такое вот у меня хобби. Если вы видите, я каждый день вам показываю примеры домашних заданий. Потому что у меня девочки как раз учатся. Мальчики тоже есть, хотя их меньше. Ну, да, мне, кстати, говорят, что у меня умиротворяющий голос. Вот подумываю, пока сидим все равно на самоизоляции, позаписывать аудиокниги. Наверное, надо все-таки начать мне с этим заниматься. Вот, смотрите, можно потом еще вот этот же рапорт, который мы с вами делаем, его видоизменять. Здесь есть такая сложная функция. Это в любой программе, которая выше CS6. Есть версии программы. Сейчас я про них отдельно, прямо на сайте вам покажу, расскажу, как это все происходит. Можно здесь вот дополнительно еще делать настройки. И вот то, что я называю бесшовными принтами, когда вы смотрите на принт, и не совсем понятно, а где у него начало, а где у него конец. Вот это как раз и называется бесшовными принтами. То есть, видите, вот у меня изображение как бы так схлопывается, расхлопывается. Это специальные называемые параметры узора или pattern generator, по-английски, если вы будете смотреть версии. Вот, и они позволяют вот эти штуки все делать, как бы очень круто. Вот, и у меня поменялось, да? До этого они были у меня ровно, а теперь они у меня более так вот феерично располагаются. Соответственно, вот смотрите, то есть разница есть. Притом, это я сейчас показываю, да, такой вот самый банальный пример именно простого очень рапорта. Ведь вы же можете собрать и что-то более сложное, потому что у меня сейчас вот только одна веточка, я ее использую. А я могу ее там расположить по-разному, покрутить, помасштабировать, как-то ее расположить. Это только один единственный мотив у меня. Я его не удваиваю, ну, как бы я его размножаю, но при этом не добавляю ничего нового. А я могу вот какие-то создавать композиции и их уже, соответственно, переносить. Плюс ко всему вы просто можете создать какую-то композицию и эту композицию разместить, например, на футболку. Сейчас я возьму футболку, у меня тут где-то шаблоны есть. Должны же у меня быть запасы. Сейчас я покажу. Есть, 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 есть. Так. У меня все как-то не по имени идет. Не понимаю, где что лежит. Вот здесь. Так. Сейчас. О, по-моему, там они у меня были. Вот, кстати, всегда всем говорю, и сама этим грешу. У меня часто компьютер забивается, и надо его чистить, потому что, вот, видите, ищу эскизы, не могу его найти долго. Это как бы не здорово. Эскизы надо находить быстро. Так. Мастер-классы. А, вот в техническом рисунке точно здесь. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас. ФВД. Технический рисунок. Вот оно. И вот здесь я вела марафон по техническому рисунку. У меня есть отрисованная футболка. Точно есть. Вот она. Кстати, вот эти видео, как рисовать эти футболки, на ютюбе есть. Кому интересно, можете сходить, посмотреть. Вот, например, уже применительно пошли принты к изделиям. Вот у меня есть футболка. Да, я уже нарисована. Здесь, кстати, это вот удобно, когда у вас база какая-то лежит. И вы к этой базе взываете в те моменты, когда она вам нужна. Например, у нас это будет белая футболка. Базовая. Вот такая красота. И вы на ней можете уже размещать, соответственно, какой-то принт. При этом принты же мы можем по-разному. Это может быть placement. Например, вот так вот я разместила. И у меня получился так называемый placement, когда он находится в каком-то конкретном месте. У меня может быть футболка залита, соответственно, принтом. То есть, как будто бы вы взяли принтованное полотно. И вот то, что мы с вами до этого создавали. Соответственно, принтовали мы это на полотне. То, как нам будут помогать наши коллеги из кунжут-дизайна. То есть, они будут принтовать. Они могут принтовать тоже как на изделии, так и сразу запринтовать. Соответственно, ну давайте я белое оставлю. Вот на полотне. А потом из этого полотна вы вырезаете какую-то красоту. Ну, я люблю показывать на футболках, потому что очень много людей, с которыми я общалась. И вообще вот запросы идут. А я хочу создать свой бренд там и печатать на футболках. И вот с тех пор, когда мне начали задавать эти вопросы, я начала показывать все примеры на футболках. Потому что, ну вот смотрите, если вы реально хотите, ну как бы свой бренд футболок, то вот, пожалуйста, я вам прям показываю, как его создать. Сейчас показываю на примере там темы Пасхи, да, то, что мы там нарисовали вербу. Ну, вы же прекрасно понимаете, что вместо этих вербочек может быть, ну, абсолютно все, что угодно. И за счет этого у вас будет формироваться какой-то там узор. То есть, вот мы сформировали с вами локальный принт, который прямо на футболку напечатали. Вот мы с вами сформировали принт на полотне, из которого потом сделали крой и собрали наше изделие. Такое тоже бывает. Иногда печатают прямо под крой. То есть, берут крой. На него располагают принт. Ой, есть один бренд, за которым я слежу. Он, кстати, с ним не знакомый, надо, видимо, ему написать познакомиться. Называется он City Wear. И, нет, City Hero. City Hero. Городской герой. Для героя города. Вот не знаю, как они себя переводят. Они делают просто божественные принты под крой. То есть, у них немножечко такая мотив татуировок. Они делают костюмы, футболки полностью прям запринтованные. Безумно красиво. Может быть, я с ними поговорю, и они там покажут, нам расскажут, как они это делают. Ну, в общем, посмотрим. Вот. Еще примеры можно сделать. Мы можем с вами создавать кисти. Кисти. Как это будет выглядеть? Давайте покажем. Сейчас попробуем создать сначала узорчатую кисть для начала. Так, давайте только мы его так горизонтально положим в одну кисть. Узорчатую. И сразу же я хочу создать кисть, которая объектная. Два типа кистей. Тоже все, кто у меня учится, все знают особенности. Я всегда это все подробно рассказываю. Но в данном случае я, уж простите меня, показываю только демонстрацию возможностей. Хорошо? О чем мы и договаривались, соответственно. Но мы можем с вами нарисовать какую-то такую штучку. Например, ну, я не знаю, у меня ассоциируется там Пасха с какими-то еще гнездами. Да? То есть должны быть яйца, какие-то гнезда. Вот. И можно, например, как будто бы из веточек свить это гнездо. Сейчас мы это все... То есть программа позволяет прям наш с вами объект переводить и делать из него какие-то кусочки. Вот я вью гнездо. Поскольку птичек. Чтобы птичка там могла жить. Вот таким образом это может быть. Да? И сразу вот оно получилось у меня на футболке. Но думаю, что вы тоже понимаете, что сейчас это веточка. Да? Это же могут быть там какие-то листочки, цветочки и все что угодно. Можно сверху написать там, например, слово Пасха. Сейчас я напишу. Вот у нас будет прям готовый принт, которыми пестрит полинтернета. То есть это не такая прям суперсложная работа, за что мне не скажут спасибо. То, что я рассказываю, что это все просто делается. Давайте напишем слово. Пасха. Ну вот футболку, например, ее достаточно долго рисовать. И здесь дело в том, что нужен, во-первых, навык, во-вторых, нужно ее аккуратно. Но если вы ее один раз нарисовали, то уже все как бы получается здорово и красиво. Если интересно, как она нарисована, у меня есть на ютубе прям видео, как именно эту футболку рисовать. Кому интересно, не поленитесь, сходите посмотрите, это все бесплатно. Кому интересно, чтобы я вас там попинала и долго поучила это, приходите на курс. Давайте сейчас какой-нибудь красивый шрифт выберу. Для того, чтобы он у меня... Шрифты тоже их можно создавать свои. Можно, соответственно, пользоваться готовыми, как я в данном случае сейчас беру. Готовый. Это уже на личное усмотрение каждого. Грубо говоря, вот так. То есть вот у вас уже принт и еще текст там добавлен. Вот у нас, смотрите, получилось три футболки. То есть мы моментально это сделали и обработали. Можно... Там вот у меня была штучка такая. То, что я вот еще одну кисть создавала, а не показала ее возможности. Соответственно, мы можем нарисовать путь. Это называется путь в Adobe Illustrator. Можно сделать его кремым, можно сделать его прямым. Я специально сделала его волнистым. И к нему применить другую кисточку. То есть если у нас вот это была объектная кисть, то можно применить узорчатую кисть. И у нас по этому пути автоматически разложатся наши с вами какие-то красивые узорчики. Вот. Их тоже тут можно двигать. Но это просто вот колоссально, колоссально, на мой взгляд, упрощает именно творческую часть, когда вы можете быстро просто создать какие-то композиционные решения, которые сразу увидите. И вот такие демонстрационные штуки, они, конечно, постоянно используются для того, чтобы оценить вообще идею, нужна она или нет. Есть прям большие ребята. Это Radicals Chic. Они, у них основная компетенция, это создание именно принтов и платков. А вот те, кто, с кем мы будем общаться, наши друзья. Кунжут Дизайн. Это тоже большая фирма. Они, помню, что печатают, отшивают. Они еще сейчас выставляться начали на выставках. Они в этом году вышли на Premier Vision. Это международная французская выставка, которая вообще задает тренды во всей индустрии. И это очень круто. Я надеюсь, что мы, скорее всего, будем общаться с Яной. Это их менеджер. Вот. И я думаю, что она нам расскажет про этот опыт. Вам будет тоже интересно об этом послушать. Вот. То есть это прям вот от практиков. Я специально пытаюсь собирать для вас практиков, которые могут рассказать и показать, как это все устроено. Да. Вот мы там собрали с вами два дизайна платков. Собрали разные принты, которые мы можем запринтовать. Соответственно, на ткань. И из них там, ну, например, вот такое вафельное полотенчик. Если кому-то не нравится, например, то, что оно у меня на сером фоне, мы можем его сделать не на сером фоне, а, например, на светло-сером. Пожалуйста. Ну, то есть количество и вариация по цветам, она практически не ограничена. Ограничена вашей фантазией. И если мы будем печатать, например, сублимиционную печать, то там тоже по цветам практически нету ограничения. Например, вот давайте я сейчас покажу. А вот смотрите, есть тут такая волшебная штука. Будет меняться порядок цветов в принте. Видите? То есть я ничего не делаю, просто у меня программа автоматически меняет порядок цветов в принте. И я могу посмотреть, а что будет, если они у меня поменяются местами. И если мне какой-то вариант понравился, я могу на нем остановиться и его принять. То есть есть и такая опция, то есть когда у вас один и тот же принт, абсолютно он у вас меняется. Но это работает только если полностью векторное изображение. В растре там немножко другие принципы. Вот. Поэтому вот смотрите, достаточно быстро и просто, да, создали маленькую мини-коллекцию футболок, посвященных Пасхе, написали там Пасха и все остальное. При этом если там вы понимаете, что вам что-то не устраивает, вы всегда можете зайти и поправить там, например, сделать ее более прозрачным, чтобы она так не бросалась в глаза, как-то ее поправить композицию и все остальное. Так, теперь я вам обещала показать, откуда можно взять эти программы. Есть сайт, называется Adobe. Adobe.com Это официальный сайт разработчика программных, соответственно, продуктов Adobe. Нам нужно вот сюда в творчество и дизайн. Вот он он, Photoshop. И вот он, иллюстратор. Здесь еще много-много всего. Если вам интересно, вы можете почитать. Тут есть, например, и Adobe Premiere Pro, это для видео, и InDesign, это для верстки. У них вообще, у Adobe, у них огромный совершенно пакет всех приложений. И я, кстати, его все жду, не дождусь. Они уже делали этот анонс о том, что они будут иллюстратор делать для планшета. Но пока еще его нету. То есть вот я сейчас жду, когда это появится. Так, давайте мы с вами перейдем все-таки в иллюстратор. Немножечко у меня подвисает интернет. То есть вот то, что я вам показывала, рассказывала. Здесь они сейчас больше про шрифты и про все остальное говорят, но это все отсюда. Соответственно, здесь много возможностей, описанные возможности программы. А я хотела вам показать, как можно бесплатно на недельку поставить. У них вот здесь сверху есть попробовать бесплатно. и на 7 дней вы можете установить программу, и с вас разработчик не возьмет денег, поскольку они американцы. Имейте в виду, у вас попросят карточку. Соответственно, бояться не надо. Это очень большая компания, они вас не будут обманывать. Вы там зарегистрируетесь, и они у вас попросят карточку. Ее данные надо ввести. И не забудьте, что у вас есть 7 дней. Потому что если в течение 7 дней вы не войдете и не скажете, нет, спасибо, подписка мне не нужна, то они с вас снимут деньги. Если же вот в течение 7 дней на 7 день вы заходите, говорите, спасибо, мне не нужна подписка, я больше не буду этим пользоваться, то с вас денежку никто не спишет, и вы 7 дней просто проработаете в программе. Вот, соответственно, вы выбираете, что вам там, Creative Cloud. Я обычно без него работаю, потому что у меня с интернетом по-разному бывает. Вот, вы нажимаете начать, и я не буду регистрироваться, потому что у меня там уже есть регистрация, она сейчас мне пойдет. Соответственно, начать, и прям вот, ну, как там самая обычная регистрация, там нужно ввести свой e-mail, там адрес, вам придет, и вы прям с сайта скачаете, и у вас программа установится. Очень-очень-очень все просто. Соответственно, если смотреть на варианты подписки, вот то, что они предлагают, они, у них есть комплексные пакеты, да, есть пакеты на одну программу. Это я вам прям вот рассказываю именно про иллюстратор. Здесь нужно обязательно смотреть. То есть вот на год они берут 15 тысяч, будет программа за год стоить. Если вы берете план только на один месяц, она у вас будет стоить 2000 рублей. А если вы берете помесячную оплату на год, то 1300. Но смотрите, то, что они пишут, это вот американцы, они всегда так делают. Плюс НДС. То есть у вас на самом деле... Вот я вам сейчас показываю, сколько она стоит. Это прям вот на сайте разработчика. Я не знаю, сколько сейчас стоит декстопная версия, потому что они вот сейчас вот с такой поддержкой делают. Ну, если у вас есть какой-то программист, либо у нас есть техническая поддержка, вы можете обратиться, они вам помогут. Я вам рассказываю, ну, как бы официально то, что вот на сайте у них находится, и как это все применяется. Я говорю, вот единственное, чем я не пользуюсь, это Creative Cloud. Creative Cloud, это у них вот это облачное хранилище, куда вы можете закидывать файлы и все остальное. В связи с тем, что у меня достаточно слабенький интернет, а мы сейчас еще уехали на самоизоляцию, на дачу, и, ну, просто как бы туда-сюда интернет отгонять мне не имеет смысла. Поэтому у меня все на компьютере установлено. Я пользуюсь самой последней версией 2020 года, потому что я работаю с большим количеством людей, и я проверяю домашние задания, я отслеживаю, что у меня делают студенты. И я обязана иметь программу самую высокую, потому что более новые программы открывают корректно файлы более старых, а если у вас, например, там программа 17-го года, а я вам в программе 20-го года отправила файл, то вы его некорректно откроете. Либо человек должен его сохранять с понижением версии, то есть у них есть вот этот вот момент. Так, друзья, извиняюсь, у нас было маленькое отступление. Вот, давайте я включусь еще раз к вам. И вы мне позадаете вопросы, которые у вас появились по программе. Я вам специально показала по возможностям того, что есть. По возможностям того, что есть. Вы можете, соответственно, эту программу, пока мы на карантине и даже ничего не заплатив, попробовать вместе с нами пройти, поэтому не пугайтесь, потому что, да, они платные. Я знаю, что многие используют серые версии, и здесь как бы я официально их никогда не рекомендую, то есть официально я всегда отправляю на сайт разработчика, но если вы ставите серую версию, они вполне нормально работают, то есть это за вами остается, то есть моя рекомендация официальная, а вы уже это решаете. Вот, так что... Смотрите, да, по моей книге можно освоить программу, она специально написана таким способом, что в ней все детально по полочкам разложено. Плюс ко всему у меня на YouTube действительно много видео, вы можете их посмотреть. То есть книга вам даст вот именно структуру, а YouTube даст понимание. В чем ценность курса? Почему? Если вот я, когда меня спрашивают, а как именно научиться, я советую на курс. На курсе, во-первых, курс веду я сама, он в записи. У него четко простроенная структура от простого к сложному, и я каждого человека проверяю все задания и даю обратную связь. То есть вот это будет, наверное, такой самый основной момент, потому что когда вы самостоятельно делаете, вас никто проверять не будет. И правильно вы сделали, появился у вас вопрос, не появился, вы будете тормозить. Можно. Книжка, она вам поможет в том плане, что она даст вам структуру, понимание, вы не будете раздрызгиваться. Вот в чем проблема бесплатной информации? То есть я тоже стараюсь давать очень большое количество бесплатной информации, но я ее даю точечно. То есть то, что вот я рассказываю, оно применительно, оно нужно. Но я, например, освещаю одну единственную там какую-то сферу, там как создать там вот такой-то принт. И я не рассказываю, какие дополнительные инструменты я там использую, потому что моя цель показать именно как принт сделать. А когда курс, я вот все вот это вот все рассказываю, еще до пиллюстратов, он имеет такую особенность, что там одно и то же действие можно сделать тремя способами. Можно сделать через панель меню, можно сделать с клавиш, можно сделать с мышки. И вот это тоже надо все понимать. Смотрите на курс для продолжающих. Что я сделала? Я беру на курс для продолжающих любого человека, но у меня висит тестовое задание. Прямо если вы на сайт проходите курс для продолжающих, смотрите тестовое задание, открываете его. И если вы себе честно, положа руку на сердце, прям вот и выполняете его, отправляете мне в формате АИ. Если вы его сделали корректно, я вам высылаю ссылку на оплату, вы ко мне приходите. Почему я не беру просто так всех? На продолжающем уровне там именно вот эти сложные какие-то моменты ковырялки, как нарисовать кружево, как нарисовать мех, как сделать вот эти всякие искривления контуров и куда с ними пойти. Потому что если вы даже изначально еще не умеете работать пером, а у меня вот базовая основа, она начинает, как работать пером, как скопировать, как вставить, как сохранить, как сделать экспорт, какую версию программы выбрать, а почему у меня может сломаться, а почему это растр, почему это вектор. То есть вот эта вот вся разница, я всю ее проговариваю. Если вы ее уже знаете, вы понимаете, как это сделать, заходите ко мне на сайт, скачиваете картинку, отрисовываете ее в векторе, присылаете мне, она идеальная, вы приходите ко мне на курс, я с вами работаю. Потому что тех, кого я обучила, я уверена, что они это знают. Если вы сами обучились, это прекрасно. Ну то есть я не заставляю учиться именно у меня, но я не беру на этот курс тех, кто этого не знает и не понимает. И вот это тестовое задание, оно не то, что я потом где-то буду использовать, там нарисована просто красивая толстовка с олимпийскими кольцами на груди. Вот если вы ее можете нарисовать, значит вы владеете нужным функционалом программы, и вы сможете дальше по ней заниматься. Если вы не можете ее нарисовать, соответственно, у вас есть какие-то пробелы, и вам их надо восполнять. Как вы их будете восполнять? Придете вы ко мне на курс, придете вы ко мне на YouTube, посмотрите книжку, придете вы к другому преподавателю, хотя их очень мало по иллюстратору, кто именно вот одежде учит. Там буквально 2-3 человека по России, и вот, наверное, книга такая более подробная, только она у меня есть, больше вы не найдете эту информацию. Поэтому это за вами. Я рекомендую учиться, смотреть. Я именно поэтому провожу все эфиры, я именно поэтому все рассказываю. То есть вся информация, она я стараюсь делать максимально качественно. Как вы видите, вот мы построили, например, вот этот марафон по именно пасхальной, вот он от и до, от картинки до готового изделия. Я даже договорилась с фабрикой, которая готова это изделие напечатать. То есть мы прям все-все-все рассказываем. Как эту картинку нарисовать, как отработать программы, где ее взять, как это сформировать в программах, какие технологии, как нужно этот файл сформировать в фабрике, чтобы получить готовое изделие. То есть тут полный цикл. И плюс еще дополнение, а как на этом можно потом еще деньги зарабатывать. То есть я, конечно, стараюсь это все объединять, но все равно какие-то фрагменты, ну я не могу вам те 18 уроков по часу, которые идут в курсе фотошоп, сейчас изложить за 5 минут. Ну то есть это физически невозможно, вы просто не усвоите, да, как вот это все мелочи делать. Я сейчас покажу один применительный урок, как нужно подготовить изображение, как обрезать их от контура, и как вот, чтобы потом с Машей вы могли собрать композицию. Вот это я сейчас покажу отдельным эфиром, я включусь и сделаю вот этот вот урок. Но все, как я буду делать цветокоррекцию, как я буду делать какие-то размытия, переходы туда, ну невозможно, девочки, ну вот при всем желании, да, я, конечно же, рассказываю, объясняю. С иллюстратором точно так же. Вот я вам сейчас показала, да, я сделала это быстро, я сделала это играючи, я быстренько вытащила, у меня здесь футболка, здесь принт, здесь, смотрите, я из принта собрала его просто руками, здесь принт я вам собрала, из него сразу распечатала ткань, здесь я показала. Но я 10 лет этим занимаюсь, практически на ежедневной основе. Поэтому неудивительно, что у меня, во-первых, есть база, во-вторых, я просто уже автоматом это накидала. Если вы тоже этим будем занимать, будете этим заниматься, то все, вот где-то Елена была, может она отключилась, Каменская, вот она у меня тоже училась, вот она уже тоже все это делает, прям с закрытыми глазами, вот она весь курс прошла от и до, и она прям вот феерично тоже всем владеет. И так. Какой ноутбук должен быть, не могу выбрать. Смотрите, для чего. У меня была, во-первых, серия постов про ноутбуки, можете их почитать, она прям так и называется, как выбрать компьютер. У меня ноутбук, я выбирала максимально мощный, потому что вот то, что случилось там карантин, и мы куда-то уехали, я каждое лето перемещаюсь за город, и соответственно, стационарный компьютер с собой не беру, он остается в офисе и дома, а с собой забираю ноутбук. Поэтому у меня ноутбук, это рабочая лошадка. Я выбрала Dell G3. У меня большая диагональ, 17 в диагонали дюймов. У меня мощный процессор и твердотельный SSD у меня, соответственно, для того, чтобы параллельно мог работать, вот как сейчас я вам показываю, у меня работает Photoshop, у меня работает иллюстратор, у меня работает программа по записи видео, потому что передо мной сейчас стоит микрофон, и все, что я вам говорю, дополнительно пишется на видео, чтобы я могла потом этот ролик прогрузить на YouTube, и чтобы все, что я делала в сегодняшнем эфире, вы смогли бы посмотреть в полноформатном экране, а не только в формате узкого окошка телефона. То есть, поэтому мощный. Посмотрите, именно Dell'ы. Я изначально выбирала еще Acer, и я взяла сначала Acer с похожими требованиями, и у меня он оказался бракованный. Я когда начинала печатать, он у меня западал и постоянно писал 1111111. В итоге я его сдала на экспертизу, мне его посмотрели, пришлось, правда, 30 дней подождать, и мне вернули деньги. И мы в итоге взяли Dell, о чем я совершенно не жалею, и потом я общалась с другими людьми, и тоже, соответственно, Dell сказали, что это один из лучших вариантов того, что есть на рынке. Они есть подешевле и подороже. Я брала сильно мощный, потому что это основной рабочий инструмент, он у меня где-то около 90 тысяч стоит, но есть, например, вот такого же плана Dell, за 50 где-то. То есть надо просто понимать, для чего он вам. Это именно мощный инструмент для работы, это не развлечение, ничего. Он тянет все. Если будете смотреть себе ноутбуки для работы, смотрите игровые. Они тянут всю графику. То есть именно графические редакторы, они очень требовательны к оперативке, они очень требовательны к процессору, когда большие файлы, и, естественно, еще и процессор тоже. Но процессор больше у меня на видео задействован. И если 3D тоже пойдет. Макбуки. Я рассматривала вариант с Macbook Pro. Почему я от него отказалась? Во-первых, у меня что-то не очень с iOS контакт идет, и вот у меня телефон на нем, я на регулярной основе его грожусь разбить. Они мощные, они удобные, но что меня остановило? Например, мы вообще покупали под Linux, мне потом на него просто Windows воткнули, таким образом мы сэкономили какое-какие деньги. То есть там около 10 тысяч экономится. А Macbook, если мы Proho берем, а мне нужна была именно Proho, Air мне не подходил, у них плохие экраны. И на тот момент, когда мы смотрели, Retina была только у Pro. То есть это было около 200 тысяч. Инвестиция. На них не встанут никакие сапры. То есть если вы захотите как конструктор работать, если это будет какой-то графис, ассоль, грация или еще что-то, они не встанут. Вам придется ставить в компьютер симуляцию Windows для того, чтобы он у вас заработал. А я считаю, что это дикобразие, если у тебя техника стоит таких денег, и тебе нужно еще какие-то симуляции туда вставлять. Плюс ко всему, например, CorelDRAW. Там только одна версия, по-моему, 2018 года, если я не путаю, встает на Mac, а на компьютер не встает. А я общаюсь с большим количеством пользователей, и я общаюсь с большим количеством форматом файлов, и для меня это просто не подходило. То есть купить себе дорогую игрушку, чтобы на нее воткнуть симуляцию Windows, но это как-то вообще ни о чем. Поэтому я взяла в два раза дешевле, считайте, компьютер, который тянет все, экран у него прекрасный, процессор тоже, со всем он справляется. Если вы большой любитель, то ставьте, но имейте в виду, что будут ограничения. Adobe, продукция Adobe встает, что на MacBook, что на PC, на Windows. Насчет Linux, я не знаю, станут ли они на Linux или нет. По-моему, с Linux-оидами вообще мало кто дружит, и если вы, ну как бы, живете на Linux, скорее всего, у вас есть какой-то программер, который вам все это организует, потому что, ну, Linux-оиды, это, как правило, все-таки люди, хорошо разбирающиеся в компьютерах. Так, по планшетам на Android можете дать рекомендацию. Честно, не могу. У меня сейчас свой планшет, это старенький iPad, вот, тоже он меня уже давно бесит, и, ну, потому что туда ни фильма не зальешь, ничего, ну, мы как бы, именно с рабочей точки зрения, потом очень неудобно, когда я, например, его с собой беру, чтобы там продемонстрировать какие-то фотографии или еще что-то, а мне невозможно их туда залить, нужно там как-то соединяться какими-то кривусями. Не знаю, что мы смотрели из последнего к Xiaomi, по-моему, мы смотрели именно телефоны и планшеты. Они сейчас и по цене приятные, и по модельному ряду достаточно такие широкие. Ну, сейчас, к сожалению, нельзя пока самоизоляция, да, но я рекомендую, как, сходить в магазин, руками их потрогать, посмотреть, подобрать ту модель, которая вам нравится и сходить в интернет, почитать на нее отзывы и обзоры и уже из этого делать вывод. Я бы посмотрела к Xiaomi, скорее всего, есть еще Redmi, но мне кажется, они немножко похуже в плане, ну, вообще всего, то есть, к Xiaomi есть что-то какое-то... А, Lenovo, но они не под андроидом, по-моему, Lenovo не андроидовские, ребята. Yoga, вот они между компьютером и планшетом, что-то такое. У меня второй компьютер Lenovo, у меня вот этот, это Dell, а второй компьютер у меня Lenovo, но это так называемая пишущая машинка, которую меня подкрутили, ей вставили дополнительную SSD-шку, и она начала летать, но он маленький, у него 13 дюймов экран и не очень качественное изображение. Но, в принципе, если вот ты где-то в дороге, там еще что-то, просто включить, там открыть какие-то файлы, вполне возможно ответить на почту, написать что-то в Варде. Я вот, когда училась, там, на международной программе, я постоянно с ним летала, в принципе, ну, все у меня открывалось, хватало, и плюс ко всему, у него зарядка держится в 8 часов, маленький такой оранжевый у меня Lenovo. Вот, ну, то есть у меня парк компьютеров достаточно широкий, у меня есть еще рабочий компьютер, который стоит в офисе, есть домашний компьютер, который дома стоит, поэтому, но я, такой ретроград в чем-то, я информацию ношу на флешке, в связи с тем, что интернет у меня бывает не всегда, а чтобы я могла на каждом компьютере чувствовать себя белым человеком, у меня вся информация вот на такой флешке, сейчас покажу, это флешка, здесь 128 гигабайт, это этот, сандиск, вот, соответственно, вся моя жизнь, она здесь, надо только не забывать делать регулярные бэкапы, соответственно, копии этой флешки, чтобы у вас ничего не пропало, это мой ответ, кстати, я пожалела, что она такая маленькая, с одной стороны, удобно, не цепляется, когда вы сидите за ноутбуком и не сбиваете, с другой стороны, ее с собой носить неудобно, у меня для нее шит такой чехол, чтобы в сумке ее не терять, вот, и я, в принципе, когда перепрыгиваю с компьютера на компьютер, я просто флешку переставляю, и у меня получается вся информация опять со мной, все мои файлы, аи и все остальное, оно сохраняется и получается здесь, поэтому, это вот, ну, такой мой лайфхак, не обязательно его использовать, но мне так удобно, то есть, многие откидывают в облако и там живут, но это вот, одна из причин, это слабый интернет, и для того, чтобы трафик поэкономить, так что, по программе я вам рассказала, в принципе, если кто-то работает в CorelDRAW, вы можете работать в CorelDRAW, я ни в коем случае не говорю, что это не рабочая программа, просто у нее есть определенные ограничения, и то, что я сейчас, да, сейчас покажу, то, что я сейчас, что-то вы меня сбили, а, ну, в общем-то, больше я люблю иллюстратов, но Corel тоже рабочий, я меньше с ним общаюсь, а, вот я хотела показать, я недавно буквально делала анализ рынка по тому специалистов, да, какие программы нужны, и все-таки в 80% случаев требуют Adobe Illustrator и Adobe Photoshop, Corel меньше, вот, поэтому, кому интересно посмотреть мои работы, ну, во-первых, у меня, ну, прям очень много их в профиле, у меня много их в YouTube, и, ну, сейчас я, наверное, давайте я вам просто покажу работу моих студентов, потому что они у меня красиво выложены на сайт, а мои надо искать по файлам, чтобы так прям по портфолио-то, сейчас интернет немножечко прогрузится, конечно, вот, чем, чему я учу, чем я занимаюсь, это вот работа студентов, давайте я вам еще раз их покажу, вот, это на сайте есть, там можете более детально поизучать, это, ну, они сэкспортированы, но изначально это все выполнено в вектор, это вот, Елена, она была тут в эфире, куда-то она вот какала, вот, что мы делаем, мы делаем фэшн иллюстрацию, это то, что мы прорабатываем на курсе, да, мы делаем технические рисунки, и моделирование от какой-то базовой конструкции, вот смотрите, о, интернет почти нету, да, то есть, когда у вас какое-то одно базовое платье, за счет накладных деталей, вы отмоделируете его в разные стороны, мы делаем технологические схемы, всякие разные, это, кстати, конструкторы и технологи, это по вашей части, делаем описание, то есть, когда вы нарисовали эскиз, делали мы описание, а потом взяли какое-то полотно, и его залили, соответственно, вот в разных вариациях, вот мы принты на футболке прорабатываем, да, то есть, у вас есть футболка, вот они принты, вот и все, вы немножко опоздали на эфир, я вам рассказывала про две программы, Adobe Illustrator и Adobe Photoshop, то, что я сейчас показываю, это в основном работы в иллюстраторе, вот, тоже, это, я учу не просто красивым картинкам, да, я учу применительно к тому, как мы это можем с вами использовать, вот такие штуки, вот, например, имея там одну ткань, при этом, с прозрачностью, мы создаем из нее коллекцию, такое тоже можно, опять, вот моделирование, у нас есть, там, например, одно платье с одной конструкцией, делаем на него различные членения и вариации, вот это, вообще, по-моему, технолог колледжа делал, если я не ошибаюсь, то есть, это художественный эскиз, и к нему разложены три изделия, так, друзья мои, у меня все стоимости, они тут есть, смотрите, есть разные вариации, у нас, я сейчас оставила на карантин, возможности присоединиться к потокам, которые весенние, вот он стартовал, и тут со скидками, значит, есть курс, просто, основы плюс эскизы, это 58 уроков, значит, для новичков, то есть, что там внутри будет, я расскажу про программу, мы с ней познакомимся, как, что, куда, зачем, как, что сохранять, как открывать, какие есть версии, а потом отдельный блок по эскизам, мы там рисуем художественный эскиз, технические эскизы, различные вариации технических эскизов, там, на шаблоне, с чистого листа, по фотографии, как делать техническое описание, и так далее, есть расширенный курс, это курс, где у нас 110 уроков, там еще включен блок по детальным заливкам, то, что вот я вам сейчас показывала, там еще больше информации, все методы, которые есть, и там продвинутый модуль, как рисовать мех, как рисовать джинсу, как рисовать кружево, пулеры, и все, 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 вот эту ерунду, и есть еще один блок, так называемый, хочу все, там и адоб иллюстратор, и адоб фотошоп, вот фотошоп, там 18 урок, но они длинные, там по часу уроки, вот, соответственно, по ценам, вот можете прям зайти на сайт, ссылочка в шапке профиля, www.fvdesign.ru есть у нас возможность с рассрочкой платить, да, 50%, есть сразу, курсы не дешевые, я сразу могу сказать, потому что они очень большие, очень объемные, и внутри курса идет очень много работы с каждым студентом, то есть это практически, если хотите много, то тогда берите вот этот хочу все, если вы хотите чуть-чуть, то лучше тогда взять только базовый блок, а потом докупить по мере возможности, соответственно, вот, есть отдельный курс по фотошопу маленький, вот, это все можете посмотреть, прям, смотрите, если кто-то хочет прийти на курсы, то, во-первых, моя вам рекомендация, сходите ко мне, пожалуйста, на сайт, ссылка есть в шапке профиля, у каждого курса есть описание, и описание с детальной программы, что там внутри курса, прям по урокам, прям, перещелкните, вниз промотайте, и там есть вот эти ссылки, и тогда вам все расскажут, у меня сейчас закончится эфир, я сейчас перезайду, и продолжу с вами общаться, хорошо? Так, а вы сюда пришли, да? Да, а время-то уже, оно есть, просит и пить просит, а мы тебе мешаем, сколько еще минут надо? Минут 15, дайте мне. я дам, пошли, а вон сок стоит, Гриш, вон сок стоит. еще уйдем. Сейчас еще минут 10, ну вот я сейчас на паузу поставила, ну а еще у меня видео и голос, да? Ну мы сейчас уйдем, я сейчас уйду. Гриш, 15 минут и покормите обедом, хорошо? Хорошо. У тебя тут холодно, не открыло. Так, у нас закончилось время первого эфира, я перезагрузилась. Где ты лучше всех живешь? Вот. Да, да, иду, Гриша, иду, блин. Пойдем, пойдем, иди сюда, давай ему так шутку здесь. Легко реакционируч, такие кон Sickroom, летом, жизнь, поз Maple, владелаED,